Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир и сегодня мы с вами разберем три приложения, которые лично я считаю очень важными с точки зрения технического развития всего человечества. Эти приложения сделали нашу жизнь гораздо проще, лучше, ярче, а самое главное, они избавили нас от потери лишнего времени. В мире существует большое количество хороших приложений и о многих из них я рассказываю на своем канале, поэтому если вам интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь на канал, тут много чего интересного выходит и уже вышло. И тем не менее существует прям монументальное приложение, которое закрыли большое количество прям вот жизненно важных проблем. Первое приложение это Shazam. Приложение, которое избавило нас от многих вопросов, связанных с музыкой. Если вы родились в 90-е или раньше, или хотя бы в начале 2000-х, то вы наверняка помните такую ситуацию, когда вам понравилась какая-то песня и вы каждый раз ждете, когда она будет играть по радио. И вот эти 2-3 минуты, когда эта песня играет, ваше состояние души невозможно ничем спутать. Это как будто вы находитесь в сказке, насколько круто, когда звучит та песня, которую вы так долго ждали. И хорошо, если вы знаете название этой песни и исполнителя. И тогда вы можете, как Данила Багров, пойти на какой-то рынок и купить себе кассету или компакт-диск для того, чтобы слушать эту песню и затирать ее до дыр. Но гораздо хуже обстоят дела, когда радиоведущий перед тем, как включить песню, которая вам нравится или понравится впоследствии, не называет ни автора, ни исполнителя, ни кто придумал музыку, ни даже названия песни. И вы вынуждены практически каждый раз буквально слухом ловить ту песню, которая вам нравится. И вы даже не можете ее нигде купить, ни на какой кассете, потому что вы просто не знаете, что это за песня. Shazam решает абсолютно все вопросы, которые могут быть связаны с поиском песни. Это приложение, я уверен, что многие вы о нем знаете, но опять же, если не знаете, то тогда я для вас считаю, что открываю целый пласт музыкальной индустрии, которую вы теперь можете впитать в себя буквально физически. Shazam позволяет подключаться к микрофону и определять, какая песня играет в данный момент. Это очень удобно, когда вы ходите по какому-то торговому центру, где частенько проигрывается популярная или не очень популярная музыка. И, естественно, вы не можете понять, особенно если песня на языке, которого вы не знаете. Например, я вот не знаю итальянский, но итальянская музыка, она очень красивая. Если в итальянском бутике играет итальянская музыка, я хочу узнать, кто ее исполняет, то я просто достаю Shazam, нажимаю одну кнопку определить, и приложение мне показывает, кто исполняет и название песни. Более того, прямо из Shazam вы можете открыть песню, которую вы хотите прослушать в библиотеке Apple Music, YouTube Music или Spotify. Это очень круто, очень удобно. На сегодняшний момент не существует, наверное, никаких проблем с поиском любимой песни. Хотите по словам найти песню, пожалуйста, любая поисковая система вам подскажет. Хотите узнать, что за песня прямо во время прослушивания, используйте Shazam или другие аналоги. Я очень рад, что я живу в то время, когда у меня больше нет ограничений на прослушивание любимых песен. Второе приложение, которое очень сильно изменило нашу жизнь, особенно жизнь молодежи, молодежи моего времени, это ICQ. Если вы помните, что было лет 10-15 назад, особенно в середине 2000-х годов, это был какой-то кошмар. С точки зрения мобильных операторов, они были максимально наглыми ребятами. Не было предоплатных тарифов, которых сейчас очень много развелось, и это очень даже хорошо. Не было безлимитного интернета. Однако, самая большая проблема – это SMS-сообщения. В те времена, когда тарифы мобильных операторов все еще были в долларах, одно SMS-сообщение могло стоить примерно 50 центов, что на сегодняшний реалий кажется просто безумным грабежом. Хотя и тогда это было действительно очень дорого. Людям приходилось в одно SMS-сообщение вкладывать всю суть, которую они хотели донести, знаете, как будто в телеграммах. Не в телеграмме, который стоит сейчас на каждом смартфоне, а в телеграмме. Некоторые люди были особо изощренны и писали нормальное сообщение, а в конце, чтобы уложиться в количество символов, несколько последних слов писали без пробелов. Это достаточно было забавно наблюдать. Это было весело и одновременно очень глупо и грустно. В настоящий момент у меня есть подруга, которая буквально каждое слово в WhatsApp пишет отдельно. То есть, ну примерно так. Я пришла домой и села за компьютер. Раньше с подобным подходом она, безусловно, бы разорилась. Но сегодня все, что ее ждет, это то, что я занесу ее в черный список. Ладно, шутки шутками, но времена были действительно достаточно суровыми и неудобными для пользователей. Потом же появился ICQ. И с тех пор моих сверстников вообще перестало интересовать стоимость смс-сообщений. Мы все перешли на ICQ и все, что нас волновало, это стабильность скорости интернет-соединения. Именно из таких приложений, как ICQ, со временем появились Viber, WhatsApp, Telegram, ICQ New и прочее, прочее, прочее. Благодаря этому приложению мы сейчас можем постоянно чатиться, общаться безлимитно, без ограничений. Это очень классно. Представьте себе, как раньше тяжело было влюбленным парам, когда вечером погуляли, потом идут вот эти вечные переписки до 5 утра. И нужно было не только наслаждаться моментом общения, но еще и смотреть, сколько денег у тебя осталось на телефоне. Это какой-то кошмар. Вот этого больше надеюсь, что никогда не будет, и все наше общение будет безлимитным, безграничным. Красота. Люблю такие позитивные ролики. Ну и последний вид приложения, точнее даже это не одно приложение, а целая категория приложений под названием банковский. Я все еще помню, каково это, когда у тебя заканчиваются деньги на телефоне, нужно пойти к терминалу, засунуть наличные денежные средства и таким образом пополнить баланс. Я все еще помню, как родители давали мне квитанции на квартиру, которую нужно было оплатить в банке, прийти в банк, отстоять очередь, без всяких вот этих новых номерков, да, которые ты берешь, садишься на диванчик, пьешь водичку и тебя подзывают к окошу. Нет, это прям стоишь, и обязательно все в один день приперлись, потому что всем в один день принесли эти квитанции. Это была ужасная потеря времени. Я помню, что однажды я потерял половину дня своей жизни на вот такую вот фигню, просто потому что, ну, очередь, все пришли. С тех пор, как появились первые банковские приложения, я сейчас даже не вспомню, у какого банка это было в первую очередь, возможно, Сбер, возможно, какое-то другое, и это не суть важна. Важно то, что очень быстро банки скооперировались и сделали свои удобные приложения, в которых можно в любой момент посмотреть, какие у тебя подключены услуги, сколько у тебя всего есть денег, сколько ты должен, если есть какие-то кредитные обязательства. Дебетовую банковскую карту можно выпустить буквально за 10 секунд, просто зайти в приложение, выпустить карту, и сразу же добавить ее в Google Pay или Apple Pay или там Samsung Pay, Huawei Pay, Xiaomi Pay, куда угодно можно добавить, чтобы расплачиваться в супермаркетах, например. Классно, безусловно, классно. И на сегодняшний день поход в банк это какое-то экстремальное событие, которое требует, например, только снятия большой, действительно крупной суммы денег, либо решения каких-либо уже более трудных юридических вопросов. Это то, что сильно освободило жизнь, потому что никуда мы не денемся с вами от квартплаты, никуда не денемся от платежей за интернет, за связь, за какие-то другие вещи. И поэтому очень круто, что такие приложения появились и освободили нас от тяжелых очередей. На этом у меня все. Спасибо, что посмотрели данное видео. Если оно было для вас интересным и полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои замечательные комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы с вами увидимся очень скоро. Пока, друзья.